всем привет это прямой эфир у нас произошла какая-то техническая неполомка и мы вновь в эфире поэтому давайте еще раз подключимся присоединимся и у нас все будет хорошо уверен да вот а андрей сейчас здесь андрей привет 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 давай я жду тебя пока ты подсоединишься я уже здесь меня хорошо слышно и тебя хорошо слышно но не видно странно я себя вижу на я тебя нет вроде что на при вот всего теперь я тебя вижу хорошо все отлично ну что ж давайте еще раз для всех тех кто с нами признался только сегодня наш прямой эфир в эфире андрей пометун охотник за эмоциями и как только я вчера почувствовал что ситуация меняется мы вскоре окажемся в новой для нас реальности я решил позвонить тебе для того чтобы мы с тобой обсудили как превратить наш дом те четыре стены в которых мы оказались в центр нашей жизни то есть сегодня это есть центр нашей жизни давай об этом поговорим вопросы которые будут поступать мы их зафиксируем и в процессе ответим на них ну что ж к счастью для всех дом наверное всегда был центром жизни вопрос в том что мы в нем не так много времени проводили и искали развлечения где-то на стороне всегда то есть мы старались найти то что заполнит нашу там грусть пустоту каким во вне извне да да но жизнь поставила нас такое положение и напомнила нам о том что все самое лучшее находится в тебе самое лучшее находится в общем-то в твоем доме самое лучшее находится внутри и то на что ты постоянно не мог найти времени с массой работы с массой там переездов каких-то перемещений по городу вот оно тебе бери развлекайся в моем так скажем в моей системе координат есть понятие легких эндорфинов и тяжелых эндорфинов легких это те которые быстро легко приходят быстро улетучиваются но при этом они какие-то такие токсичные немного они оставляют за собой некое разочарование что а тяжелые эндорфины они требуют от тебя неких усилий но в итоге они оставляют с тобой удовлетворение от того что ты получил от того что ты делал и к легким эндорфинам можно легко относить там просмотр фильмов к легким эндорфинам можно относить секс не можно относить вещи которые легко и быстро замещаются музыка вкусная еда это то что ты можешь взять и быстро получить а вот к тяжелым или к более сложным эндорфинам относится то на что ты на что требуется потратить усилия все же самый просмотр фильмов но со смыслом то есть ну просто флотбастер а фильм который заставляет подумать даже дальше поработать над этим то есть вот ты смотришь фильм не просто смотришь а смотришь его с семьей и после фильма вы задаете друг другу вопросы а что интересного для тебя было в этом фильме а что ты вынес из этого фильма или например подумать смотреть фильм сразу же разреза того что ты можешь из него взять какой-нибудь фрагмент для того чтобы сделать видео открытку для кого-то чтобы сделать из него какой-то юмористический юмористическую какую-то врезку то есть пишу сразу записываю за тобой какую цитату можно взять любому легкому эндорфину сложности добавляет твое творчество твой мыслительный процесс опять же когда мы говорим про мы назвали легкий эндорфин секс да попробуй задуматься о том как его разнообразить знаешь дорогой мой не у всех секс является легким эндорфином наши коллеги этот отметят и возможно ваша семейная пара я прекрасно знаю твою жену вот у вас с этим все прекрасно но для многих как мужчин и женщин само понятие секс уже прекрасно знаешь как тот анекдот что вы так радуетесь вы же остались тот ровно тот человек который секс раз в году так это же сегодня окей хорошо давай продолжать дальше отношения задуматься о том каким образом ты можешь сделать кому-то что-то приятное то есть мы говорим что мы получаем эмоции тогда когда мы этой эмоции делимся мы ее находим в себе у нас есть какой-то безраздельный источник внутри ты начинаешь отдавать другому человеку что-то приятное ты задумался об этом тебе стало хорошо ты поделился тебе стало хорошо андрей сразу вопрос так как я в практическую плоскость перевожу ты поделился что-то например вот взял и написал кому-то добрые слова это тоже есть а поделился сделал хорошо конечно потому что для того чтобы написать добрые слова нужно во-первых задуматься о человеке о том что он для тебя хорошего сделал почему ты его готов поблагодарить и ты это оформляешь в слова или в текст какой-то и чтобы это не было просто ой спасибо тебе за то что ты мне когда-то помог супер тогда пусть наши зрители сейчас понаставят нам с тобой сердечек для того чтобы нам тоже чтобы было от этого хорошо а вот это вот легкий эндорфин поставить лайк да надо все таки подумать о том что сделать оригинального для того чтобы это не было похоже просто на отписку или от маска вот еще один момент который на котором я себя поймал в размышлении перед сегодняшним эфиром о том что у нас сейчас появилась возможность делать все медленнее медленнее так кстати да а ведь именно медленность и помогает нам получать больше удовольствия мы замедляемся вообще мы вообще замедляемся да ну что же мы говорим вот легкий эндорфин еда давайте подумаем как с ней замедлиться попробуйте как есть медленно попробуйте пить воду медленно очень классно слушай я знаешь о чем в первую очередь подумал что люди наконец-то смогут чуть-чуть попозже вставать то есть качество сна повысится энергетика добавится но не валяться весь день в постели например если раньше вставал в шесть но не высыпался ты даешь себе возможность замедлиться немного оставляя тот же самый ритм работы но то время когда ты тратил на работу ты можешь просто подарить сну а да про сон я тоже думал что один из таких легких эндорфинов выспаться это просто лечь поспать людям то чего тебе не хватало в жизни ну возьми да сделай до чего тебе не хватало вот то на что ты жаловался а второй момент это то что ты делаешь делать медленнее вот мы говорили про еду медленнее про те же самые отношения медленнее про то же самое почувствовать вкус чтение медленнее что значит чтение медленнее а попробуй-ка взять и прочитать книжку вслух близкому человеку попробуйте как взять и посетить друг напротив друга и почитать ты знаешь я то уже слышал просто это но многие люди не знают что у тебя есть прекрасная практика чтение книги с ребенком и серьезно сблизиться с ним просто давай тогда прямо в делах друзья вот если будете читать книжки с детьми это вам поможет улучшить отношения и это есть сейчас есть полный шанс это сделать да да то есть пожалуйста садись 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 читаем мало того это тебе поможет и свои собственные навыки прокачать и поможет свою дикцию отладить и поможет пообщаться актерские мастерства у самого слов не хватает то пожалуйста позволь автору известной книги это сделать за тебя вот и так замедление второе придание смысла какого-то то есть когда мы говорим например про опять же возвращаемся к еде какой смысл можно придать еде то есть какую смысленность окей давайте мы приготовим что-нибудь необычное сегодня а давайте мы устроим челлендж и будем готовить из одного продукта разно из гречки разнообразные блюда слушает и знаешь я еще дальше пойду у нас же часто не было времени чтобы детей привлечь к процессу приготовления пищи чтобы вместе с ними разделить эту радость и не только приготовление но и вместе то есть поесть редко бывала возможность вот есть сейчас возможность но вопрос кто как дома собирается кто как за столом сидит можно вместе приготовить можно вместе поесть можно же ведь придумать и различные творческие задания окей давайте интересную сервировку сделаем окей давайте наконец-то стол засервируем салфеточками поставим свечи свечки поставьте вот пожалуйста сделайте то на что не хватало времени сделайте вот что мы еще можем взять можно конечно же обратиться за поиском к различным творческим марафоном к различным творческим как сказать сайтам которые предлагают вам придумать что-то окей огромное количество игр которые можно взять и начать играть со своими близкими людьми в те же самые всем известные слова пожалуйста давайте сделать города слова усложнения то есть один говорит на свою бобу животных другой говорит растения третий говорит вещи вот и пожалуйста называйте играйте то есть можно посмотреть целую подборку игр которые можно играть без всякого инвентаря я конечно подумал во классные игры но понятно у меня там дома в квартире настольных игр целая целый шкаф чтобы можно было доставать и играть мы оказались сейчас в этих условиях неподготовленными и сказать кому то сейчас идите поиграйте в настольную игру это обозначает сходить сначала в магазин купи настольную игру вот но купить не получается но есть игры которые можно играть там в типа того же самого крокодила тех же самых морской бой ну морской бой да тоже можно играть но есть игры которые заставляют проявлять ту же самую творческую идею покажи без слов что-то расскажи сыграй и это позволяет не только развлечься но и позволяет еще восстановить отношения тех то на что не хватало времени вот творческие вещи которые есть там с рисованием с пением с языками это то что тоже можно сейчас начинать делать брать это будет приносить удовлетворение но самое важное о чем хотелось сказать это о том что я сегодня несколько раз уже говорил осмыслить деятельность придать какой-то смысл тому что ты делаешь не просто смотреть фильм смотри со смыслом не просто слушать музыку послушать какие-то альбомы старые слушаешь альбом почитать историю музыкальной группы смотришь кино почитать биографии актеры актеров которые в ней участвовали почитать историю создания фильма то есть вокруг того события которым ты занимаешься создать некий некий контекст пошли вы готовить блюдо а давайте приготовим блюдо из мексиканской кухни а что у нас там в мексике есть а где вообще мексика вот а какая-то культура мексиканская то есть пускай каждый расскажет что-то о той стране в которой это все было то есть слушай одну секунду буквально у меня на прошлой неделе была в эфире Надия Чаркасова мы достаточно с ней давно дружим они раз в месяц устраивают день какой-то страны дома ну еще тогда в то время вот и например очень прикольное они мы пришли устроить день Японии мы нашли в ютюбе обучающее видео как писать иероглифы и все вместе соревновались у кого какой самый красивый иероглиф получится например вот когда ты начинаешь себе создавать тот самый контекст в котором уже находится место и рисованию и говорению и сочинению и импровизации и приготовлению еды вот но возвращаемся тем самым смыслом чтобы смысл у тебя какой-то появился у тебя должны быть ценности на основе которых это будет строиться то есть ну почему мне интересно послушать там записи группы Битлз например или почему мне интересно послушать записи металлики зачем почему мне интересно готовить Почему мне интересно рисовать? Зачем мне нужен язык? Так вот, очень многим людям не хватает времени на то, чтобы разобраться со своими ценностями. И сейчас, если человек оказался в состоянии какой-то изоляции, или в состоянии того, что он вынужден сидеть дома, или он принял решение находиться дома, он может взять и разобраться с самим собой сейчас. Разобраться с самим собой – это то, на что у нас не хватает времени. Это точно. Написать свои собственные ценности, покопаться в том, что тебе приносит радость, покопаться, вспомнить события, которые тебе приносили радость в детстве, от которых ты был глубоко счастлив. Какую деятельность ты занимался, от которой ты кайфовал? И вот сейчас это все составить, представить свои собственные принципы, написать свою собственную конституцию, написать свои собственные роли. Вот у тебя сейчас есть время, и тогда тебе будет понятно, почему какое-то дело приносит тебе радость, как в любое дело добавить толику радости, которой тебе не хватает, почему тебе будет нравиться сейчас изучать язык, почему тебе будет нравиться сейчас смотреть этот фильм, почему тебе сейчас понравится взять в руки кисточку или войти в какой-нибудь скайп, или устроить какой-нибудь творческий челлендж, в котором вы придумываете слоганы, придумываете шутки, или ты подписываешься на какой-нибудь мастер-класс или онлайн-обучение чего-нибудь, и ты начинаешь просто качать себя, делать то, чего тебе не хватало. Начинаешь свой собственный проект, начинаешь писать свои статьи, вести свой собственный блог, делать свой собственный календарь, в общем, делать что-то для самого себя, то, что вечером заставит тебя испытать удовлетворение, а не от бездарно прожитого дня. Это точно. Можно, конечно, залитнуть на сериалах, можно, конечно, залитнуть на развлекательной ленте, можно, конечно, ждать, когда тебя кто-то порадует, но гораздо правильнее радовать себя самому. И радовать себя самому, и радовать свою семью, и это очень-очень важно, потому что ответственность, она никуда не делась. С переходом из мира внешнего в мир внутренний, на мой взгляд, уровень ответственности каждого участника вот этого совместного проживания вырос, потому что нужно находить способы взаимодействовать так, чтобы каждый день взаимодействия приносило радость, а не какой-то негатив от того, что ну вот, теперь я с ним еще или с ней буду жить тут неизвестно сколько под одной крышей без выхода. Так-то я хоть мог с друзьями пиво попить, или я так могла с подружками поболтать, а теперь все. Вот скажи, пожалуйста, я помню, что в наших с тобой разговорах когда-то ты рассказывал о том, что тебе тоже приходилось решать различного рода вопросы, связанные с выстраиванием взаимоотношений с твоей супругой. И ты смог это так выстроить, что взять под свой контроль, что сегодня ваш брак считается, ну ты сам мне об этом говорил, что для тебя он практически идеален. Вот что можно порекомендовать людям, которые вместе оказались, когда они сбегали друг от друга на работу, а тут они оказались вместе, и как начать, вот это шанс, шанс создать действительно отношения, основанные на любви. Как это сделать, с чего начать, на твой взгляд? Ответить себе на вопрос, что меня радует, и в отношениях, то есть, или вот мы себе говорим, а чего мне не хватает, мне было бы гораздо лучше, если бы он или она сделали вот так. Да, например. Я сажусь, я составляю себе такой, говорим, сели и составили себе такой список. То есть мои хотелки от партнера? Да. Да. Теперь что делаем дальше? Смотрим на это. Показываем партнеру? Нет. Закрываем глаза, тыкаем пальцем наугад и делаем то, что там написано. Для него или для нее? Для него или для нее. И теперь ты сам начинаешь это делать. И все происходит с точностью наоборот. То есть то, что ты ждал, что тебе станет хорошо от того, что другой человек тебе это делает, тебе становится хорошо от того, что делаешь это ты. Слушай, ты прямо вот знаешь такую интересную вещь сейчас сказал. В данный момент у меня идет третий поток курса персональная стратегия. Это шестидневный курс, за который люди онлайн, бесплатный, за который формируют свою персональную стратегию. И вот сегодня у нас будет такое задание. Замените требование взять желанием отдать. И вы получите то, что хотите, гораздо быстрее, если будете требовать силы. Прямо знаешь, так очень приятно услышать это от тебя. Это точно. Ну здесь вот все от обратно. Создаю вот список и начинай это делать сам. И все становится просто. Ты перестаешь требовать. Ты начинаешь отдавать, и дальше уже включаются, не знаю что, зеркальные нейроны, правила взаимного обмена, все что угодно. Но ты начинаешь получать это в ответ. Слушай, очень клево. Прямо, ты знаешь, я вот еще хотел о чем тебя спросить. Когда большинство из нас сталкиваются с ситуацией, когда у него есть время, и даже время побыть наедине с собой, и даже время задать себе те самые главные вопросы, у нас не хватает смелости или опыта это делать, потому что никогда ты этого не делал. Но ты всегда говоришь, я это сделаю когда-нибудь потом, когда у меня будет время. И вот оно есть. Вот это что, взять себе в расписание поставить, на твой взгляд. Это вот, например, проснуться чуть пораньше утром, пока все спят, и что-то поделать. Как вот этот момент в себе включить желание работать над собой? Это помогают принципы. Вот то, что мы сели, прописали ценности. Это все, я вот тебя как раз спрашиваю, Андрюш, а вот как это взять и сесть? Вот я сел, сел, все время пил пиво, там убегал из дома домой, теперь сижу дома, пью нет, голова трезвая, хочу подумать. Но вот это сесть и написать, вот что внутри меня должно меня сподвигнуть, это сделать. Ты знаешь, тут есть важное отличие. Люди, которые, по-моему, начинают разбираться со своими ценностями, они к этому пришли сами, это их собственное внутреннее желание, они ищут на это время. Когда человека вынужденно поставили в ситуацию безделия, он не задумывается о том, что он является автором своего времени. Он считает, что кто-то сейчас за него сформировал вот это вот время или его времяпровождение. Кто-то его сейчас посадил дома, домой под арест, и он вынужден... Лишил возможности развлекаться, да? Да. Скорее всего, нас не слушают те люди, которые грустили, сейчас сидят и грустят на кухне. Вот, это люди, которые понимают, что их жизнь в их руках. Они понимают, что да, от них это зависит. Поэтому сейчас они это могут сделать, они могут сесть и подумать, записать, сформировать свои списки, решить, что для них важно, что для них интересно, что для них имеет смысл. И когда этот список появляется, что для меня имеет смысл, что для меня важно, что меня радует, ради чего я все это делаю, вот после этого становится очень... Начинается нехватка времени. То есть, знаешь, ты меня спросил вчера, а давай проведи МФРС, вот чем ты занимаешься? У меня и так времени не хватает, а у меня и так его... Она и так у меня всем занята. Я тут книгу дописываю, я там проект доделываю, я тут с клиентами переговариваюсь, от концепции пишу. У меня весь календарь расписан, у меня нет такого, чтобы я сейчас сидел и думал, блин, у меня появилось много свободного времени, его надо куда-то деть. Поэтому и остальные слушатели сегодняшнего эфира тоже наверняка имеют тот самый список. Сейчас у меня есть только пожелание разобраться с тем, что приносит радость, и добавить в легкое времяпровождение творческую составляющую, интеллектуальную составляющую. Подумать над едой, подумать над отношениями, подумать над книгой, подумать над фильмом, подумать над музыкой. Каким-то образом ее творчески обработать, переделать, переосмыслить, сделать по-другому, не так, как раньше. Сделать на одной рукой, сделать левой рукой. В общем, что-то сделать не так, заставить мозг поработать. И тогда эта деятельность начнет приносить удовлетворение. Второе, это прочувствовать ее гораздо глубже. То, что ты раньше делал, то, чего ты раньше так получал удовлетворение, сделать медленнее, сделать вдумчивее, сделать осознаннее. И понять, что если ты чуть дольше жуешь кусочек черного хлеба, то в нем три раза меняется вкус в твоем рту, пока ты его проглотишь. Пока ты его превратишь в жидкость, которую ты выпьешь. То же самое и с разговорами, то же самое с прикосновениями, то же самое с книгами, то же самое с музыкой. Когда ты переслушиваешь, когда ты вслушиваешься, когда ты всматриваешься, ты начинаешь получать гораздо больше. Ты начинаешь чувствовать глубже. Ты перестаешь проскакивать мимо. Если раньше мы проскакивали, если раньше мы старались усилить вкус громкостью, яркостью, старались солью или сахаром повысить чувствительность, потому что у нас было мало времени, нужно было быстро что-то слопать, и поэтому мы усиливали это. То теперь ты можешь снять эти усилители и распробовать те самые нюансы вкуса, которые терялись в громком звуке, в ярком цвете и в соленой еде. Классно. Слушай, спасибо тебе огромное. Наши с тобой 30 минут пролетели просто незаметно. Если подводить итог, то это примерно следующее. Время, которое для нас ситуация подарила, это как раз та ситуация, где стакан наполовину полон, нежели наполовину пуст. Время, которое теперь нам дало возможность побыть со своими близкими, с родными, с детьми, на которые у нас никогда не хватало времени, время, которое дало нам возможность посмотреть по-другому, переосмыслить то, что мы делаем, текущие вещи. Еда, наша жизнь, отношения, даже просмотр элементарных, я не знаю, того же фильма, но уже со смыслом. Игры с детьми, общение. То есть все это наполняет нашу жизнь такой глубиной, если вы этого захотите. Мы не настаиваем и не рекомендуем, мы просто рассказываем, что есть и такой мир, и есть такой мир. И если вы попробуете, что можно жить чуточку иначе, давая себе вот эту глубину чувства, глубину отношений, радости от сегодняшнего момента здесь и сейчас, то жизнь начнет светиться совсем по-другому. Именно так. Спасибо тебе большое. Очень рад был тебя видеть, как всегда, и на связи. И если придут тебе какие-то новые мысли, давай нам с тобой эфиры организовать пять минут. Всем успехов. И хорошего вам сегодняшнего занятия. Продолжение общения. Пока. Друзья, это был прямой эфир. Я надеюсь сейчас сделать их гораздо чаще, чтобы мы смогли наполнить нашу жизнь, оказавшись в этой ситуации, где мы с вами один на один с реальностью, один на один с людьми, один на один с нами близкими. Все будет хорошо, я уверен. Как бы то ни было, осознанность, знаю, понимаю, управляю своей реальностью. Я надеюсь, что каждый из вас принял все необходимые меры для того, чтобы лично себя, лично свою семью обеспечить безопасным проживанием и переживанием этой ситуации, для того, чтобы дальше жизнь продолжалась, как и в прошлые времена. Хотя уже такой жизни, к сожалению, не будет. Все поменялось. Мир в один момент стал другим. Как этим миром управлять? Как в этом мире жить? И будут посвящены наши эфиры, которые, я надеюсь, будут выходить очень часто. В ближайшее время у нас будут и маркетологи о том, как организовать стартап дома, и психологи, как жить с этим стрессом, и актеры, которые помогут нам привлечь эту роль. Как это сыграет новую роль? Я теперь работаю дома. Всем любви, здоровья, благости, и чтобы все ваши близкие оставались с вами как можно дольше. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok